Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди. За последний месяц, как мне кажется, ситуация изменилась. Мы наблюдаем переворот на криптовалютном рынке. Переворот, который мало кто заметил. В политическом плане криптовалюта стала основным вопросом на следующих выборах. Криптовалюты также совершили переворот в Конгрессе США, получив двухпартийное согласие как от демократов, так и от республиканцев. И как вы скоро увидите в этом видео, это еще не все. Когда вы досмотрите это видео до конца, ваши мозги взорвутся. И сейчас я все расскажу, сразу же после того, как ты передашь лайк Коин за проезд. В последнее время видеоролики на моем канале бьют рекорды по просмотрам, что бы это ни значило. Но это результат моего настойчивого труда и твоей постоянной поддержки. Большое спасибо! Возможно, вы не знаете, но крупнейшая криптовалютная биржа в США Coinbase только что провела свой саммит по криптовалютам в Нью-Йорке, где Брайан Армстронг и Кэти Вуд поделились с некоторыми очень ценными инсайдами. В Coinbase работают сотни криптовалютных организаций, а Кэти Вуд запустила один из крупнейших спотовых биткоин ETF в Америке. Естественно, у них есть отличная инсайдерская информация о том, что происходит на самом деле. Итак, начнем с того, что, по мнению Брайана Армстронга, является препятствием номер один для взрыва биткоина сейчас. В США, вероятно, самым большим препятствием является нормативная ясность. К сожалению, США немного отстают в этом вопросе. Европа уже приняла всеобъемлющее криптовалютное законодательство. Большинство стран «большой двадцатки» уже разрабатывают или применяют криптовалютное законодательство. Таким образом, в целом, они признают, что криптовалюты уже никуда не денутся, и у них есть невероятный инновационный потенциал. Я только что вернулся из Вашингтона, где провел несколько дней, и встречался с различными членами Сената. Сенат с нетерпением ожидает принятия закона после того, как Палата представителей представила законопроект FIT21. Это законопроект о криптовалютном рынке, который получил сильную двухпартийную поддержку. За него проголосовало около 70% членов Палаты. Нам еще предстоит проделать большую работу, и очень важно, чтобы Америка сделала это правильно. Между двумя федеральными регулирующими органами CFTC и SEC идет небольшая война за эту территорию. Являются ли криптовалюты товарами или ценными бумагами? Наша точка зрения заключается в том, что токены, которые лежат в основе активов, являются товарами. Но поверх них может быть заключен и инвестиционный контракт или что-то в этом роде. Но если Конгресс не вмешается и не начнет действовать, отсутствие регулятивной ясности будет использовано как оружие и не позволит криптовалютной индустрии процветать в Соединенных Штатах. Не секрет, что SEC пытается остановить и задержать процветание крипторынка с помощью операции Чокпоинт 2.0. Но тем не менее, переворот уже начался. Первый законопроект о криптовалютах FIT21 прошел через Палату представителей, а теперь он направляется в Сенат. Кроме этого, только что комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC была вынуждена отказаться от одного из своих исков против компании Consensus и Ethereum 2.0. Это означает, что SEC не будет выдвигать обвинения в том, что продажа эфира является продажей ценной бумаги. Далее, еще одна большая инсайдерская информация, которую мы получаем от Брайана. Это то, что происходит с корпорациями и институтами. И здесь произошел еще один переворот. Незаметный, но очень важный. За последний год или два мы увидели невероятное количество институционального принятия. И я чувствую, что на данный момент учреждения полностью вовлечены в этот процесс. В этом отчете о состоянии криптовалюты мы опубликовали статистику, согласно которой 56% руководителей компаний из списка Fortune 500 сообщили, что их компания работает над чем-то в области криптовалют. Это действительно крупнейшие компании в мире. BlackRock помогает токенизировать активы реального мира. У JP Morgan есть криптовалютный проект под названием Onyx. Google Cloud принимает криптовалютные платежи. Финтех-компании Stripe и PayPal добавляют поддержку стейблкоинов. Таким образом, 56% компаний из списка Fortune 500 уже что-то делают. И я думаю, что глобальное принятие действительно не за горами. Это уже происходит среди учреждений. И Coinbase может сыграть в этом большую роль. Наш продукт Coinbase Prime самый успешный в институциональном пространстве. Нашими клиентами является около трети из ста крупнейших хедж-фондов. И многие из них также ждут, когда наступит регулятивная ясность. Когда я разговариваю с нашими институциональными клиентами, они говорят, что как только мы почувствуем, что наступила нормативная ясность, это заставит нас вложить 5-10% портфеля в криптовалюту. Итак, Fortune 500 – это список 500 крупнейших компаний мира. И 56% из них уже вовлекаются в криптовалюту и что-то делают в этой индустрии. Также сразу же после наступления регулятивной ясности в США они готовы вкладывать в криптовалюту 5 или 10% своего портфеля. Это же колоссальные деньги. И самое интересное, что законопроекты о регулятивной ясности уже по сути есть. И они получают двухпартийную поддержку. Превращение этих законопроектов в действующие законы – вопрос времени. Как раз потому, что криптовалюта совершает переворот не только в умах руководителей крупнейших компаний мира, но и в политическом истеблишменте. А теперь еще и SEC отказалась от нападок против эфириума 2.0 и больше не признает транзакции с эфиром операциями с ценными бумагами. И это на фоне того, что уже в июле, скорее всего, начнутся торги спотовым эфириум ETF в США. А BlackRock собирается запускать спотовые ETF-ы и для некоторых других отдельных альткоинов. И как раз сейчас, когда вы думаете, что ситуация не может стать еще лучше, они выпускают эту бомбу. Самую важную на сегодня. Они запустили спотовый биткоин ETF, но мы видим, что ни одна из основных платформ еще не одобрила его. Поэтому те потоки, которые мы видели, они были огромными. В основном идут от розничных инвесторов, либо от компаний Grayscale. Но мы все еще ждем одобрения даже от тех платформ, которые, как правило, сразу же одобряют новые интересные финансовые инструменты. Но они ждут. И, возможно, все дело в том, что нам нужна регулятивная ясность. И когда это произойдет, мы увидим очень быстрое внедрение. Потому что с точки зрения конкуренции, будет очень важно иметь этот новый класс активов на всех торговых платформах. Да, я согласен с вами в этом. Я думаю, можно утверждать, что мы еще не увидели настоящего притока средств ETF. А он уже был очень хорошим. Судя по тем цифрам, которые я видел, ETF пользуется гораздо большим спросом, чем ежедневно могут добыть майнеры. Я думаю, что Morgan Stanley, UBS и другие на самом деле пока не одобрили ETF. Но когда они это сделают, мы увидим еще больший приток средств в будущем. Так что это будет происходить постепенно и по частям. Итак, в то время, когда многие люди сходят с ума от падения крипторынка, происходит это. Оказывается, что несмотря на рекорды, которые побили спотовые биткоины ETF, это не их полный потенциал, а лишь небольшая щепотка. И многое еще впереди. Вы, наверное, думаете, да, все это здорово, но почему тогда цена не растет? На самом деле это очень частое явление, когда цена отклоняется от своей ценности. Истинная ценность растет в фоновом режиме. Вот почему, когда Солана обвалилась, большинство людей ее похоронили, но проект не обвалился. Проект развивался, набирал ценность. И в итоге это вылилось в большой рост цены, который вознаградил самых терпеливых. И в завершение, для всех, кто сейчас переживает из-за цен, я бы сказал, не волнуйтесь. Главное, набраться терпения и не выходить из себя. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok